И в завершение к новостям спортивным. В Дагестан с двухдневным визитом приехал известный шахматист Анатолий Карпов. График пребывания в республике многократного чемпиона мира насыщенный. Уже прошли встречи с руководством региона и столицы. Также гроссмейстер посетил муниципальный дом шахмат 15 лет назад, названный в его честь. Здесь Карпов провел сеанс одновременной игры с воспитанниками спортшколы. Подробности Курбана Рагимова. Сыграть с выдающимся гроссмейстером Магомед даже не мечтал. Пять лет назад в школу шахмат его привела бабушка. Связать судьбу с этим видом спорта он решил сразу. За это время юноша уже добился высоких результатов. Последняя победа одержана на престижном турнире в Москве. Мне здесь нравится то, что ты концентрируешь свое внимание на доске, сосредотачиваешься, учишься концентрироваться, терпение. То есть вырабатываются эти качества, а эти качества тебе в жизни? Да, нужны. Выдержка нужна. Там, например, есть какой-то момент волнительный. Ты можешь там сдержаться или подождать, когда надо. Один против двадцати. Сеанс одновременной игры проводит сам Анатолий Карпов. За столами сидят как юные дарования, так и взрослые, уже маститы и шахматисты. За три часа игры баталии в партиях развивались по-разному, но одно известно точно. Каждый из участников эту встречу занесет себе в актив. Ты до этого играл с какими-нибудь такими звездами? Только с крейсмейстерами. А тяжело играть с ними? Да. Вообще, после какого хода ты понял, что ты проиграешь? Когда мне сделали сразу три связки. Что это означает? Ну, я просто не мог ходить трим ногами фигурами. Махачкалинскому дому шахмат ровно 15 лет. На его базе открыта спортшкола имени Анатолия Карпова. Все успехи шахматистов напрямую связаны с Джакаем Джакаевым. Дагестанский игросмейстер работает здесь со дня основания. В прошлом году возглавил федерацию шахмат. Приезд живой легенды, считает Джакаев, придаст новый импульс развитию этого вида спорта. Увеличился тренерский состав, то есть школа стала больше. На сегодняшний день в школе занимается порядка 500 человек. Поэтому возникла такая идея, поскольку шахматы развиваются стремительно в городе и в республике Дагестан в целом. Возникла идея пригласить Анатолия Евгеньевича на наш юбилей 15-летний, чтобы как бы сверить часы и оценить те результаты и итоги работы, такой работы совместной за 15 лет. Для нас это историческое событие, потому что я прекрасно помню 26 мая 2004 года, когда Анатолий Евгеньевич приезжал сюда по приглашению Гамзата Магомедовича Гамзатова. О личности Гамзата Гамзатова, а также о его вкладе в развитие шахмат и спорта в целом, говорили на открытии в честь него мемориальной доски. Энергетиками, сената и общественника теплыми словами вспоминали мэр Махачкалы Салман Дадаев, представители Минспорта и столичного спорткомитета. История знакомства Анатолия Карпова с Гамзатовым началась с телефонного звонка, рассказывает шахматист. Познакомились по телефону, он говорит, знаете, вот такое случилось в моей жизни, что в прошлом году я играл в партию с мальчиком, и вдруг он меня обыграл. Я понял, что в Дагестане есть таланты шахматные. И тогда я задумал и решил построить дом шахмат и подарить его Дагестану. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.